Территория юных звезд открыла свои двери для зрителей спектаклем «Золотой ключик» 30 сентября 2012 года. Территория юных звезд, сокращенно ТЮЗ, представляет собой проект, направленный на создание театра для детей и молодежи путем Творческого союза театральных студий, в которых появляется возможность показа их постановок для широкой публики в элитном концертном зале. Важной задачей ТЮЗа является пробуждение интереса у юных зрителей к театральному искусству. Территория юных звезд – это передача эмоций от молодежи юным зрителям. Благодаря слаженной работе творчески одаренных ребят во главе с художественным руководителем Олегом Викторовичем Панченко, проект «Территория юных звезд» успешно завершил уже третий сезон. Последний показанный спектакль является сотым по счету. За три года существования «Территория юных звезд» были показаны известные постановки, такие как «Винни-Пух», «Карлсон», «Спящая красавица», «Дюймовочка». Приглашены зарубежные гости, фантазеры из города Новокузнецка и Рустам Галич из США. Проведены новогодние елочки, в каждой из которых приняли участие более тысячи детишек. «Территория юных звезд» объединяет 18 театральных коллективов. Зритель доверяет «Тюзу» и поддерживает проект. Уже более 900 подписчиков в социальных сетях следят за новостями. Активные школьные преподаватели и родители собирают группы на мероприятия. Зал, в котором проходят мероприятия, вмещает до 350 зрителей. Вот что говорят о «Тюзе» зрители. Мы второй раз в «Тюзе», очень довольны. Действительно, нам очень нравится, очень душевно, красиво, сказочно. И дети всегда очень довольны. Придем к вам еще. Мне очень понравилось, потому что мне понравилось, когда Аня попела, когда они играли. Нам очень нравится. Надеемся, что вы продолжите такую традицию на русском языке. Вот эти представления с театром, с дискотекой, с Дедом Морозом. Кому понравилось «Пэппи»? Нет! Проект, задуманный давать радость и прививать чувство прекрасного детям, должен существовать и развиваться. Администрация «Тюза» всегда благодарна за комментарий, идей и вклад в развитие проекта. Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»!